всем привет дорогие друзья вы на канале эти доктор мы продолжаем верстать наш сайт и сейчас займемся вот этом разделом популярные категории поэтому давайте здесь сразу же закомментируем наш раздел и так и напишем популярные категории и здесь уже продолжим писать то что нам потребуется мы создадим контейнер опять таки и сделаем в нем рядом класс popcat то есть популярные категории также внутри сделаем roll внутри этого roll у нас будет просто колонка текст центр и текст апперкейс также сделаем здесь внутри div с классом title внутри которого у нас будет h4 и пока что нажмем tab мы сейчас создали div с классом title для вот этого нашего заголовка мы будем делать его через псевдо элементы before и after так как у нас здесь есть такой же заголовок и здесь и в дальнейшем мы просто будем применять нужный нам div с классом title в котором будет заголовка из 4 у нас все будет само красиво появляться поэтому здесь мы сейчас просто напишем популярные категории сохраним и мы видим что у нас появился просто текст пока что дальше нам требуется его оформить заходим в наши стиле найдем наш предыдущий блок вот таким вот образом подсвечивается наша скобочка и напишем комментарий также чтобы легко было находить нужные нам места в коде в дальнейшем когда мы будем что-то уже изменять давайте мы также вынесем эти стили вот сюда где мы писали для нашей кнопки отдельно и сделаем заголовок такой вот комментарий и начнем здесь писать title и он у нас будет встречаться в несколько раз на сайте поэтому мы здесь укажем эти стили а в дальнейшем просто один раз будем применять класс и у нас все автоматически применится поставим overflow hidden чтобы скрывать все лишнее далее у нас будет текст align выставим здесь центр в нашем заголовке h4 будут такие стили display inline block и vertical line поставим middle отлично пока что мы не видим никаких изменений но сейчас мы напишем буквально еще несколько строк и у нас все уже будет работать теперь мы сделаем такую вот конструкцию для нашего title мы поставим все в до элементы before и через запятую также сделаем автор укажем здесь контент дисплей поставим inline block vertical line middle также у нас это будут наши линии слева и справа ширину поставим 20 процентов например высоту 9 пикселей или же пусть будет 10 пикселей а 10 пикселей это у нас один рэм background color мы укажем здесь нашу переменную primary color и сделаем position relative для того чтобы мы могли нашими элементами управлять поставим opacity то есть прозрачность 05 и сохраним вот у нас появились две линии слева и справа и в принципе мы уже почти достигли нужного нам результата нам остается лишь изменить размер текста и сделать для левой и правой отдельные стиле мы здесь пишем теперь только для before это у нас были общие стили для before и для автор а сейчас подопишем для before margin left и поставим минус сто процентов а left у нас будет например 16 пикселей или же 1 е м вот таким вот образом давайте поставим лучше конечно здесь использует трэм поэтому сделаем полтора скопируем этот участок кода напишем здесь автор и нам нужно поменять здесь у нас будет margin right и здесь также у нас right мы это делали сейчас чтобы у нас появились наши отступы давайте для из 4 мы напишем font weight bolt поставим color и укажем нашу переменную secondary текст color и margin сделаем 40 пикселей и 0 или же это у нас будет 4 рем сохраним и посмотрим что у нас сейчас получается также давайте добавим для нашего с 4 педдинг например в 2 рем и фонд сайт поставим полтора е м сохраним и сейчас мы видим вот такой вот заголовок у нас получается возможно здесь 4 рем мы переборщили пусть будет 3 отлично и вот такой вот заголовок теперь где бы мы его не вставили с классом title у нас будет появляться вот такой вот заголовок теперь нам необходимо вот здесь создать еще одну строку roll в которой также у нас будут свои колонки мы сделаем также здесь justify контент центр и внутри у нас будет класс call md3 который будет повторяться три раза нажимаем tab разворачиваем наши дивы добавим ссылку а внутри будет тег p и mg и нажимаем tab и у нас разворачивается вот такая вот структурка сейчас у нас будет ссылка текст который внутри нее и наше изображение сейчас мы выставим сами изображение и уже будет более понятно что у нас в итоге должно получиться давайте здесь укажем путь и mg и у нас будет здесь дверь 1 png здесь 2 и 3 сохраним и вот мы сейчас видим три такие огромные картинки мы их сейчас конечно же уменьшим и у нас все встанет на свои места давайте добавим здесь необходимые нам классы у нас будет и mg тамб нейл и и mg флюид для адаптивного изображения вот таким вот образом у нас сейчас уже есть три изображения с вот такими вот рамочками и вы видите что у них размер автоматически поменялся теперь нам нужно написать сопутствующий текст добавить еще пару здесь классов в html разметки и после этого мы уже перейдем в css давайте в теге p мы укажем обязательно класс текст uppercase и напишем здесь название категории глухие со стеклом и на заказ вот у нас появился наш текст но пока что он у нас не там где нужно дальше мы это исправим также наши блоки не встали по центру здесь я заметил есть опечатка justify контент центр и вот теперь уже все у нас по центру заметьте что в bootstrap у нас 4 появилась возможность делать колонки по 3 например и они автоматически по центру у нас выравниваются независимо от того что получается нечетное число столбцов у нас сейчас три колонки шириной по 3 то есть девять всего занимается и по бокам у нас остается еще по полторы колонки это доступно только на bootstrap 4 в третьей версии такого не было теперь перейдем в наши стили и будем здесь оформлять мы уже создали здесь комментарий тут и будем писать popcat наш класс как вы помните популярные категории и все остальное уже будет внутри него мы сделаем наши ссылки а дисплей флекс для того чтобы выравнивать все внутри них пока что вы видите что у нас все испортилось но ничего страшного сейчас мы все поправим напишем здесь align items центр вот так вот вы видите сейчас у нас уже все стало по центру по вертикали и также нам здесь необходимо написать justify content center вот таким вот образом текст decoration none и сохраняем теперь мы здесь укажем для тега p padding 0 margin 0 font weight bold поставим color у нас будет primary текст color вот таким вот образом серый цвет далее текст shadow давайте сделаем и поставим значение 0 0 3 пикселя и сделаем здесь primary color текст font size у нас будет 1 ем z-индекс выставим 100 чтобы она была выше всех остальных у нас классов и поставим transition одну секунду для всего сейчас мы будем делать простенькую анимацию здесь поэтому это нам пригодится также давайте добавим позиция абсолют и сейчас у нас видите все встало ровно по центру очень красиво и правильно сделаем также для наших изображений transition в одну секунду а для самой нашей ссылки мы напишем hover то есть при наведении на ссылку на весь этот элемент потому что у нас картинка и текст находится в ссылке а мы сделаем при наведении для нашего изображения и mg background color мы выставим primary color light и трансформ поставим скейл 1.1 то есть мы немного увеличим наше изображение и посмотрите сейчас у нас вот такое вот получается эффект анимации мы просто немного увеличиваем наше изображение а за счет того что у нас transition выставлен в одну секунду для изображения она у нас плавно увеличивается можем поставить здесь 0.5 секунды и будет немного быстрее также нам необходимо для тега p сделать обратный эффект но это лично уже мои импровизации вы же можете сделать по-другому так как вам нравится здесь у нас абсолютно нет никаких ограничений все упирается в нашу фантазию поэтому мы сейчас поставим уменьшить текст и мы посмотрим вы видите текст у нас уменьшается а картинка наоборот увеличивается также мы просто можем для p поставить фон сайс немного больше например 2 ем а ну 2 конечно многовато поставим одну целую шесть десятых вот таким вот образом такой вот большой текст чтобы его было лучше видно и и у нас сейчас добавилась вот такая анимация также нам необходимо поставить вот этот вот фон и на этом в принципе мы можем заканчивать давайте это и сделаем сейчас добавим фон для нашего попкэт вставим здесь вот такие вот стили и сохраним теперь мы видим вот такую вот картину сразу заметьте у нас здесь появились какие-то выпирания за границу нам это конечно же не нужно и сейчас мы это быстренько пофиксим снизу у нас есть наш отступ можно его даже немного увеличить пусть будет 3 рэм вот так вот и мы поставили фоновое изображение здесь сделали cover центр и ноу репит также как мы делали это для нашего хедера давайте еще немного увеличим здесь отступ снизу и сейчас я покажу как убрать вот это вот выпирание наружу давайте вернемся вот сюда вверх и тут где мы пишем все остальное мы напишем следующий код для нашего контейнера мы поставим padding 0 сохраним и видим что у нас все встало на свои места и сейчас у нас все действительно выглядит красиво и правильно напишем здесь фикс контейнера и вот эти вот отступы у заголовков мне все-таки кажется слишком большими поэтому давайте их сейчас немного уменьшим здесь и вот так вот намного лучше вот таким вот образом мы сегодня создали этот раздел сделали заголовок наш который мы будем использовать и в дальнейшем и нам уже не понадобится писать стиле для него потому что они будут точно такие же у нас сделали вот эти вот категории с анимацией даже какой-то анимацию конечно же вы можете сделать так как вам нравится цвет тоже можете ставить любой мое дело просто показать как это создается правильно поэтому здесь мы уже используем везде правильные единицы измерения такие как рэм ем и в дальнейшем будем делать адаптивный дизайн если мы сейчас нажмем f12 выберем вот здесь вот кнопочку тоггл девайс талбар для того чтобы просматривать адаптивную версию то вот тут мы можем сжимать и посмотрите у нас наше меню например уже действительно работает форма здесь немного съезжает и попробуем сжать до самого минимального размера он например вот такой вот телефонный экран вы видите что меню у нас рабочие здесь у нас отступы которые мы будем фиксить в дальнейшем и категории у нас становятся вот такими вот сейчас в адаптивной версии не все идеально но в дальнейшем мы будем это все поправлять делать все красиво и правильно ну а на этом я заканчиваю данный видео урок надеюсь все что я вам рассказывал было полезно обязательно подписывайтесь на канал для поддержки его развития оценивайте это видео комментируйте и до скорых встреч в новых уроках